Встреча с Лохматой души Встреча с Лохматой души Я прошу вас, ребята, друзья, мужчины, женщины, знакомые и незнакомые Я обращаюсь к всему человечеству, я обращаюсь к всему миру Потому что у Лохматой души по всему миру есть друзья И отзываются они все к нам И звонят, и оказывают помощь, и пишут Друзья, пожалуйста, не бойтесь быть добрыми А еще не бойтесь брать животных из приюта Понимаете? Глаза, сердце, кровь, все одинаково И чаще, чаще всего, что ребенок подобранный Любит вас не меньше, чем породистый Да, порода это красота Но, ребята, сердце у них такое же, как у нас Доброе, хорошее, и любят они безумно нас крепко И еще, друзья, вот все вы, кто приехали Пожалуйста, подойдите ко мне Я приглашаю вас всех, всех, пожалуйста Потому что у нас, ребята, встреча друзей Лохматой души Подходите все Все, 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 ребята, пожалуйста Идемте Идемте, идемте, мои хорошие Все, 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 все Ну что, вот это, ребята, лохматая душа И с каждым днем мы становимся сильнее, добрее Дружба, она действительно, как говорила Золушка Творит чудеса Давайте дружить Давайте вместе спасать И давайте принесем в этот мир хоть немножко больше добра И тепла, и красоты Давайте, мои хорошие Мы очень рады вам Сейчас у нас стройка У нас был суд, как вы знаете Нам присудили до 31 декабря вывезти наших животных Так вот Мы уже начали вывозить Вывезено 300 животных Стройка идет Но проблема в том, что у нас нет постоянных спонсоров У нас нет меценатов Но у нас есть друзья, которые отдают последнее И делятся с нами крупицами Все, каждый, кто что может И на этом мы строимся Люди сейчас стали приезжать в приют Помогают руками Строят нам будки Помогают разбирать вещи То есть, друзья Мы сейчас уже не одиноки У нас реально появилась лохматая, красивая, добрая душа И я приглашаю вас всех Будьте с нами Приходите к нам Оставайтесь с нами Понимаете, в этом мире мы живем недолго И если каждый из нас Сделает что-то доброе Подберет котенка Возьмет щенка Ребята, давайте дружить Я очень вас прошу Давайте просто дружить Насчет стройки Сейчас у нас большая проблема Нам надо делать зимник для щенят и для котят Для этого нужны бытовки Мы смогли купить 7 бытовок Этого мало Нам нужно еще около 10 Одна бытовка стоит 65 тысяч Но бытовка с двумя отсеками Очень теплая, уже хорошая И мы спокойно можем разместить малышей в двух отсеках сразу Пристроив к ним вольерчики У нас будет прекрасный зимник для котят и для щенят Для больных, для старичков И еще, ребята, нам надо вывезти 700 собак 700 А срок у нас до 31 декабря Я приглашаю вас, мои хорошие Отзовитесь Приезжайте к нам Помогите нам Мы приглашаем всех Пожалуйста, мы ничего не скрываем Чеки и отчеты у нас идут по фонду Через налоговую Мы все это вывешиваем Отчитываемся Кому это интересно, ребята Ну, все, мало ли бывает Пожалуйста, мы можем предоставить любой отчет Приезжайте, друзья Пожалуйста, приезжайте к нам Ребят, я очень вам рада Я очень-очень рада тому, что вы здесь Я очень рада тому, что вы с нами дружите Без вас вы бы просто не выжили Ну, просто не выжили бы Спасибо вам Ну, все-все Спасибо Вот это Мы сейчас начали собирать помощь Да, а это новый зоозащитник у нас Подрастет и будет умничкой Да, мой хороший Так, что у нас еще по вопросам? У нас Так Пока никого не попросит С вами Лохмат подошел Да, надо повернуть камеру У нас Вопросы еще нет У нас еще просто не назвались Но мы в эфире будем два часа Подходите, солнышко Спасибо огромное Может быть Как? Он ставит Сейчас Стоит решить Да Так, только Сейчас идет стабилизацию А, я поняла Вот этой кнопкой надо Вот здесь Это очень важно По крайней мере, на моем На телефон Пришло все Какой-то видео Спасибо 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 Я когда смотрю Вот так Приорим И другие Приорим спасибо за прямую за прямую трансляцию не могу быть с вами физически но душой с вами написала марина покина татьяна керечанина написала спасибо за вашу помощь собаки нам лена абрамова всем привет вчера когда я ехала по дороге внезапно на трассу впереди выпал с малыш страшный худой скелет вообще невозможный примерно вот такой ребята вокруг было три километра поля не что штул что в ту сторону никого и вот это дитё еле-еле ползло я закричала тормозите мы затормозили потом пока мы развернулись вернулись назад ребенок переполз дорогу когда мы подошли к обрыву туда посмотреть внизу оказался мешок и еще два щенка ты просто один был уже мертвый а двое ели живые ребята если бы вы видели как этот малыш обнимал меня лапами и как он плакал вот как новорожденный ребенок понимаете он реально вот так лапками обнимал а второе обнимал его там была высокая шкура я сделала видео мы это вынесли все но вчера это было просто знаете какая боль какая ненормальная боль но я просто хотела спросить какое чудовище могло взять детей и обречь их на вот такую страшную медленную смерть люди если вам не нужны щенки если случилась беда и они у вас родились но они для вас нежелательные пожалуйста посадите их коробочку отнесите их в людное место базару к магазину на остановке там люди другие люди не все равнодушные многие откликнутся и возьмут этих детей кто-то позвонит в приюты если не сможет взять и этим малышам обязательно окажется помощь друзья место нельзя быть зверем нельзя выкидывать живую душу на смерть как мусор вы понимаете насколько страшно эти дети там умирают от голода от жажды от мороза сейчас зима один малыш замерз на смерть потому что было минус 11 а летом их заживо съедают черви представляете они высыхают от жажды друзья подумайте об этом потому что но оставайтесь вы людьми те кто делает вот это те кто выбрасывает малышей новорожденных в помойке завернув их в пакет тех кто бросает малышей в помойке котят щенят и которые умирают там придавленные мусором что же вы творите мы же в одном мире живем на одной земле разве так можно что же вы делаете ну быть человеком это же значит быть человеком не надо любить животных главное не обижайте не причиняйте им боль ребята мы все я не знаю каким извергом надо быть и насколько отвергать это но за всю жизнь придется платить рано или поздно мы заплатили каждый за свои поступки за свои прогрешения я в это верю ребята я в это верю и я стараюсь по мере возможности я тоже не святая но по мере возможности я стараюсь что-то делать и никогда слышите никогда я не обижу собаку или кошки или вообще живое существо нельзя просто вот чисто по-человечески нельзя так я не знаю как сказать я не знаю как обратиться к тем что это творит я понимаю раньше этих малышей там топили но сейчас же ребята сейчас есть клиники пожалуйста отнесите ваше животное стерилизуйте вы его если у вас не хватает сил попросите помощи попросите обратитесь в приют и обратитесь в организации вам помогут стерилизовать это животное сейчас есть программы бесплатной стерилизации особенно это касается руководителей предприятий которые наплодят этих собак на стройках пока собака охраняет стройку это прекрасно стройка закончена собак расстреливают убивают или просто бросают да что же творится в нашем мире и когда у нас в россии уже будет принят закон настоящий который позволит нам оставаться людьми не просто галочкой в паспорте что мы человек понимаете а людьми сердцем с душой с добротой и с милосердием когда друзья почему мы каждый сидим каждый у себя дома каждый в своей хате как говорится в рай почему мы сейчас такой степени стали отгораживаться друг от друга громадными высокими заборами раньше же не было этого милиция тут вопрос ли от лена абрамова спрашивает сколько всего на счету спасенных локматых жизней сейчас тысяч вообще за вашу деятельность за всю вашу деятельность до сегодняшний день а вы знаете я никогда не считала но я думаю несколько тысяч как-то на это не обращала внимание а еще друзья сейчас на лохматую душу идет атака информационная так а нас все соцсетях и везде распространяют очень сильную ложь переворачивает все это изворачивают пишут заведомую такую ложь что волосы дыбом оскорбление льются рекой причем поминают и бабушек и дедушек и полностью все колено как говорится до седьмого внуков детей в общем что творят это невозможно мне раньше сказать я раньше переживала потом мне сказали ну чего ты реагируешь в интернете полно шизофреников и конечно пытаешься на это не обращать внимание многие люди просто не понимают что они творят начитались сплетен и побежали писать дальше ой какая она сволочь ребят кто вам мешает зайти к нам на страничку посмотреть наши темы ребята зайти к нам на ютуб посмотреть наши видео ведь они у нас уже 10 лет как у нас есть это видео вся наша работа и проходит перед вашими глазами нельзя судить человека по чужим словам если вы сомневаетесь зайдите посмотрите познакомьтесь с нами и тогда у вас сложится свое собственное мнение не идите на поводу у тех кто я не знаю завидует нам 100 лет завидует тому что мы уже 17 лет на плаву завидует тому что у нас красивая хорошая команда завидует тому что мы спасаем из года в год тысячу собак чему завидовать адскому труду тяжелым условиям тому что нельзя выехать ни в отпуск никуда тому что ты детей не видишь годами чему завидовать здесь и еще лить за это грязь да конечно мы сильно разбогатели вот как говорят бабки гребет лопатой ребята вы понимаете все приюты бедствуют а одна лохматая душа получается очень богатая вы не скажете с каких чуть по-русски не сказал но это правда вы понимаете но одна я гребу деньги лопатой получается но у одной меня тысяча собак давайте насчет этого думать немножко я еще раз говорю друзья потом говорят что у нас собаки сидят друг на друге что у нас собаки заморенные что у нас собаки голодные что у нас черт знает что происходит ребята вот сколько народу у нас уже было в приюте сколько народу к нам приезжает понимаете и здесь даже заболеть нельзя нормально я не вижу бронхит не могу вылечить уже больше месяца потому что приходится все время стройка люди встречи отправка договариваешься мы же пристраиваем детей мы их лечим вы посмотрите сколько у нас инвалидов спасенных вы посмотрите что творится да я очень злая еще раз говорю если собаку я забрала то я уже его абы кому не отдам я ее вылечу я ее прооперирую я ее стерилизую и я буду очень осторожно выбирать ей семью именно поэтому у меня собак тысяча но собаки наши пристраиваются в очень хорошие руки очень много собак пристроена в москве хотя все говорят не только в москве что мы собак не пристраиваем в россии это ложь это дикая ложь фотографии которую мы вывешиваем и видео вывешиваем в соцсети наши недоброжелатели говорят что это собаку взяли с вольера быстро и нафотографировали выкинули опять вольер но это дикая ложь потому что а еще требует чтобы мы вывешивали с числами прям газетку ставили ребят я не собираюсь ни перед кем отчитываться хотите убедиться приезжайте смотрите заходите и вот тогда вам ничего не надо будет доказывать вы это увидите сами не можете увидеть сами попросите ваших друзей кому вы доверяете и пусть эти люди приедут ко мне долго не верила мне актриса анна старшумбал и вдруг внезапно неожиданно стук в ворота я открываю она стоит вместе со своей мамой они приехали неожиданно вот не предупреждая я растерялась и пригласила в гости я им показала провела мы все это посмотрели ну и что анечка сама сделала видео сама все это сняла выступила в интернете и по объяснила потому что она там была отозвались другие актеры тоже написали ролики в защиту лохматой души ребята потому что информационная война это самая страшная война люди на антипиаре к нам пытаются возвысить себя но это глупо правда я таким говорю спасибо потому что ваш антипиар это тоже пиар можете лить дальше грязь но люди к нам заходят смотрят и остаются с нами а вас а вас бог пусть простит как я вас прощаю и я с вами не ссорюсь мне некогда тратить на вас время нервы и все остальное это касается сергея боева который сейчас уже просто сходит с ума и пишет такую ахинею что дальше некуда но я еще раз сказала бог ему судья я на него не реагирую и никогда не среагирую он не стоит моего внимания он не стоит моего времени это человек которого я искренне и вот знаете жалею наверное а еще презираю поэтому больше об этом человеке я не скажу ни слова не стоит человек которого презирает чтобы ты на него обращал внимание правильно пусть дальше копается своей грязи если ему это приятно а мы ребята будем продолжать жить спасать и творить добро понимаете и дружить и еще раз говорю ребята никогда не реагируйте на зло злобой никогда улыбайтесь и простите этих людей почему потому что бог и так наказал нам он дал доброту подарил а это несчастные люди наполненные злобой и завистью не удовлетворенные с тем что ничего не смогли добиться в жизни понимаете я их вот по-человечески мне их просто очень жалко именно поэтому я никогда не ввязываюсь с ними в полемику не ввязываюсь с ними в скандалы там и не появится оскорбление я считаю что это не должно быть зачем так друзья теперь дальше все на эту тему мы закрыли на этом долго говорить не стоит а теперь давайте поговорим о том как мы будем жить дальше ребята у нас тема вернее срок у нас 31 декабря а мы уже поговорили с и нам отсрочили немножко время дали вот для того потому что мы показали все материалы сколько мы сделали и что мы делаем дорогие друзья не забывайте подписываться на наш канал не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик чтобы не пропускать наши новые видео что нам надо ребята нам нужна ваша помощь постоянно почему мы сейчас живем только на ваши пожертвования только на вашу помощь на ваше милосердие данный момент у нас проблема это корм начинается новая проб и два месяца продержались теперь ребята опять очень сильная проблема опять корм все-таки тысячи животных говорят я ох а со мной бог я никогда в это раньше не верила а сейчас я даже даже не знаю как это назвать потому что мы строимся чудом с помощью молотка и такой-то матери для этого тут вопрос прочит рассказать последние новости стройки им строить закупили на полмиллиона железа трубы закупили а те самые забыл это назвать профиль да купили еще один генератор и купили еще один аппарат для сварки построили уже около чтобы не соврать около 40 вольеров может быть чуть больше больше думаешь около 40 вольеров еще 100 надо построить понимаете 100 вольеров чтобы вывести еще посмотрите 100 вольеров чтобы вывести 700 собак вот примерно больше из собак сидят в вольере вот остальные малыши которых мы уберем почему мы можем выживать на ту сумму которую мне говорят она указывает не всю сумму она указывает меньше кто-то там посчитал на взрослую собаку сколько-то надо корма и все прочее ребят у нас тысяча собак но это не волкодавы почему потому что у нас и мамы с детками вот мы с последний раз буквально за несколько месяцев мы забрали около 14 мам и у каждой было по восемь-шесть щенят представляете вот представьте себе это одни вот за два месяца у нас такая вот стая пришла приезжала группа врачей с этих самых городская все полностью они сами привили акты у нас есть от вешенства привиты все собаки плюс здесь на месте мы также вызвали врачей мы составили уже договор и животные которые приехали сюда у нас также есть плюс если у нас умирают животные у нас есть договор по утилизации вот это у нас тоже есть потому что вы не говорили что мы там закапываем на территории трупы животных нет у нас все это есть официально заключен договор с врачами с этим я ни капли не волнуюсь поэтому если кто-то будет там что-то говорить как несколько тот самый товарищи пишут что у меня скотомогильник среди двора нет нет на старом да вообще это поражает вы понимаете насколько у людей грязная фантазия вот то есть не в добро а именно грязь грязь туда подальше я таких называю опарышиин это вот по-другому я их назвать не могу где дерьмо там они пока по-другому нет чтобы прийти куда-нибудь светлая король все будет хорошо ура правильно потому что это наш девиз и мы его всегда повторяем и он у нас будет ребят если бы мы это не верили вот верю в это и все в 17 лет уже верю мы короче еще ближайших 10 лет до семидесяти сколько вы с нами мы уже почти год старого сегодня мы увидели первый раз первый раз не залейте не залейте я в истории того и заразила всех точных своих семей сегодня вообще же первый раз не одна спасибо солнышко доброго здоровья всем 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 спасибо ребята кто еще скажет что-нибудь нашу защиту или боль ну почему вы с нами я первый раз я первый раз приехала и как вас зовут Елена ну я просто столкнулась со своей собакой большой тем более такое количество у меня он один понятно родной единственный любые деньги там любой труп это это адский труп носить на руках паски когда она вся поломана и я просто отдавайте последнюю копейку я буду стараться с вами останетесь с нами я хочу слову здесь у меня скажите какой-то адрес хорошо в принципе у меня мальчик уже как 6-16 лет может плечу колотить там мы уже это чуть позже отсудим хорошо? да я бы хотела девчонки кто-нибудь скажет еще что-нибудь буду очень рады просят говорить погромче кто будет говорить иди сюда девочки почему вы с нами ну иди сюда в солнышко всем здравствуйте здравствуйте я с вами потому что ну дело очень почему вы не поверили сплетям потому что у меня две собаки потом портые я как-то верю тем кто с ним помогает поэтому я знаю что сиськи это очень ну-ка идите все сюда ребят все-все-все ну я просто в таком мерном прессе сейчас до сих пор еще нахожу ну а вы посмотрели до встречи какого ребята покрывала простыни вододеяльники полотенца ребята все что вам уже как бы вот не подходит а нам это очень подходит очень хорошо не надо новое нам это подходит очень сильно я знаю да они смотрят они смотрят они смотрят да я всегда просила сказать что это на камеру давайте скажем я сказал очень много очень правильных слов я хотела бы добавить кое что еще раз спасибо всем кто приходит спасибо что у нас не забываете обратите пожалуйста внимание если у вас нет денег а такое часто бывает все работы у нас у всех есть свои семьи если вы что-то хотите не сомневайтесь это все пригодится всякие тряпки всякие лотки всякие пластмассовые какие-то железки это все нужно тазы это лотки перехватить какие-то пледы какие-то может быть уже использованные платье я когда я когда нахожу помоек ну извините что я на камеру говорю такое слово на сегодняшний день там просто горы вы понимаете животных очень много их больше тысячи каждый день подкидывают леди берет на себя обязанности которые должны быть распределены по всеми нами государство не заботится меня животных не о людях не о людях не о людях мы сами можем помочь себе животные это такие же живые души как и люди они точно так же проходят свою жизнь на земле и точно так же заслуживают нашего внимания не относитесь к ним как к вещам как это подписывает нам наше гражданское законодательство это фашистское там ступище плотные это такие же живые создания как и мы с вами поэтому не берите греха на душу стерилизуйте ваших мамочек собак и кошек пожалуйста не относитесь к ним как может быть вам кто-то ложно внушил эти мысли игрушки не воспитывайте в таком духе ваших детей пожалуйста приезжайте к нам и оказывайте любую васейшую помощь она нам больше нужна большое спасибо ребят гляньте как красиво шло это для кошечек наши и кто-то умеет вязать вяжите нам для малышей свитерки косточки очень добрый день солнышко свитера именно или вот попонки как попонки я поняла машина У меня машина приходит и сразу езжай. У меня машина заслуживает. Мы кормим. Там пена. Зорвемся. Попробуем одну. А Маташа. Спасибо. 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 Какие вы молодцы ребята. Мы с вами сдаемся. На связи. Поедем. Ребят спасибо огромное. Доброго вам здоровья. Привет Солнышко мое. Какой мальчик? Спасибо. Какой мальчик? Спасибо. Приезжайте еще. Спасибо за это. Спасибо за это. Вот сюда. Спасибо. Спасибо. Спасибо Мишенька. Мы лохматая душа. Лохматая душа. Это лохматая душа? Да. Это под Чеховым. Это под Чеховым. Всегда есть информация. Мишенька. Найди лохматая душа. А ты уже от нас не оставишь. Спасибо большое. Миш, спасибо. Мальчишки. Сейчас. Куда ехать? Я так еду спрашиваю. Ты хорошая. Я так сказала. Ты хорошая. Вот такие глаза синие-синие. Ты знаешь там сказка маленькая. Хромой? Хромой? Нет. Только хромой. Мне только... Слушай, потрясающе. Вот так у нас три собаки. Чему мы рады? Ну... Ловите, ловите. Это чудо сразу. Не хочет. Не фотографируй. Не надо. Не будем. У меня мы не стали. Вы знаете, у нас на интернете. Вы с Мишей познакомились. Вы нас найдете. У нас и сайты есть. А отсюда? Нет. И в WhatsApp есть. Чехов. Сейчас под Москву. Да. Мы были в Липецке. Сейчас мы вот переедем. Мы лохматые души. Вам спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Странно. Они приехали. Молодцы какие. Просто приезжают люди помогают. Как это интересно. Просто чужие. Вот, видишь, первый раз приехали. Нет. Это уже не первая машина. Так, девочки. Надо срочно писать ноготип. Да. Моготип. Да. Одно. Вот так. Будет. Будет. Кто может сделать? Таиса? Да. У нас Лариса. Уже с Этиком поговорила. Вот здесь прям большие. Нет. На магнит. Куда уйдут. Куда уйдут? Правда? Да. Потому что да. Люди идут. Ищут телефон. Наталья, наверное, не говорила. Чтобы они только мечтали в ваш приют. И соединялись. Чтобы эта мечта сбылась. Нет. Знаешь? Еще очень важно, чтобы исполнилась мечта разбогатеться. Ха-ха-ха-ха. И тогда наш приют будет все больше. Девчонки. Тогда правильно направить. Да. Сколько радости. Радость это общение. Это же иметь друзей. Это же огромное богатство. Это действительно огромное богатство. Когда тебе тяжело. Когда тебя поддержат. Когда тебе пишут. Ты сам можешь кому угодно позвонить. И тебе есть кому с кем пообщаться. И тебя услышат. Правильно? Девчонки. Я считаю, что мы очень богатые. Духовно мы богаче всех. А финансово, знаете, я считаю, что это не очень важно, пока мы не начали строить. Да, сейчас это нельзя. Это все-таки общение. Это информация. Это наш дележ с вами друг другу теплом. Я считаю, что это здорово. Что моя золотая? Спасибо. Спасибо. С добрым здоровья. Спасибо большое. Спасибо. 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 Увидеть, что у нас нет страшного. Уже лохматый душ. Танчук. Они уже приглашали за шмурочка. Здравствуйте. Я теперь не подписчик, мы поломаем не лохматый. Вот и всё. Помогаем всем, чем у нас. Спасибо. Спасибо, ребят. Доброго здоровья, ребят! Спасибо! Спасибо вам большое, еще раз спасибо! Спасибо, сказала, что она помогает животным, и в принципе, она, примерно для меня, сильная женщина, которая просто березы делает. Старые покажутся, по-моему, старые полотенца старые, пожалуйста! Скрыли приносят, все это субъем, спасибо огромное! Светка на 2,5 должна быть, нет, толщина проволоки. 2,5. Мы из этой, сейчас вольеры, великолепные, да. Приезжайте, увидите. А вот все волонтеры едут. Но мы в интернете, вы видите, видеоролик делаем и пишем, друзья, так вот. Заходите на нашу страничку в YouTube. Вахматая душа наша не работает, стоянутый. Понимаете, клиент? И езжай! Ребят, в Евгении существует 17 лет же. Сегодня день, не два, 17 лет. Ой, какой красивый! Показывает, как пенка устраивает. В ranchу это не самая, не самая. Субтитры делал DimaTorzok 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 Спасибо, ребята! Субтитры делал DimaTorzok Девчонки, миленькие, спасибо! Субтитры делал DimaTorzok Так, поплотнее! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok